Привет, друзья! Ну, дело было давно, и я случайным образом таким жил со своим приятелем у Гены Калиновского, у Геннадия Калиновского. Это был выдающийся график, его иллюстрации можно было встретить в книгах. В его квартире жил, на Лесной улице, около метра Новослободская. Женя Архиреев. Женя Архиреев был мой друг, он художник. А тогда мы были совсем юные, совсем такие молодые, как раз были в поездке в Москве. Его, значит, Калиновского в это время месяц не было, он уехал и оставил квартиру Жени. Вот Женька меня позвал, и мы там жили с ним. И я там читал у него еще в таком самом издатовском варианте, я не знаю, была тогда книга выпущена или нет. Ну, Мастер и Маргарита. И вот, когда я читал про Ишуа, ну, очень такой был расплывчатый текст, мне трудно было читать. Ну, как-то я проникал в эти буквы и с некоим трудом разбирал. Ну, и там я вот увидел, что он, ну, я так понял, с Булгакова, не знаю, как вы понимаете, Мастера и Маргариту, но я так понял, что Ишуа этот, как раз-таки, он как раз разговаривал там с Понтием Пилатом и говорил ему, «Добрый человек», а тот говорит, разве я добрый человек? А для него были все добрые. И я так понимал, почему. Потому что мне тоже кажется, что все люди добрые. Если покопаться, вот, все вот это вот убрать с них, невоспитанность там, потом, значит, травматизм, который они пережили, неправильное воспитание. Если глубоко проникнуться, то каждый из нас творец по природе. И вот этот Ишуа, видимо, когда он говорил в Мастере и Маргарите, за что его преследовали, что он говорил, «Я Сын Божий», может быть, он это имел в виду? Может быть, для него представлялось, что это не есть какая-то личность, а может быть, он имел в виду, что мы все Сыны Божии? Может быть, он так понимал? И себя тоже в этом смысле так понимал. А его преследовали вроде бы за то, что он говорил, что он Сын Божий. То есть в прямом смысле слова. Вот понимаете, вот сердце полное страдания, сердце полное любви способно сопереживать другому человеку, даже не проходя всей его трагедии. Это очень важный вопрос, потому что на самом деле мы понять можем только то, что сами пережили, что у нас есть такой опыт. Но если сердце полное страдания, сердце полное любви, оно может понять и не переживая конкретные мозоли каждого человека. Мне так кажется. Вы, конечно, можете со мной поспорить, у каждого свое может быть мнение. Но вот это вот ощущение, что добрый человек, вот это отношение к любому человеку, как к доброму человеку. А Понти Пилата, там они говорят об истине, а в чем истина? И Швай ему говорит, что истина в том, что у вас сейчас болит голова. Да, вот он мучительно болел, действительно. Вот этот момент меня немножко смутил, потому что я думал сейчас истина в том, что он скажет то, что я говорю, а он сказал истина в том, что у вас болит голова, и ушел от этого главного вопроса на конкретный какой-то момент. Ну да, но там есть много у Булгакова более важных моментов, которые, ну да. Единственное, что мне там не очень нравится, вот этот шабаш, видимо. Ну потом я читал какое-то время спустя, что автор страдал, очень сильно страдал, и в связи с этими болезнями всякими, его на морфин подсадили, и у него, видимо, были какие-то вот эти вот вздрызги психические. Может поэтому там были эти всякие шабаши такие вот прямо. Но я-то человек такой, если о доброте говорить, по природе добрый. Дедушка у меня такой был. Поэтому мне кажется, что все люди страдают. Поэтому мне кажется, как же эту доброту в людях спасать, потому что они с одной стороны думают и понимают правильно, что надо быть добрым, надо быть отзывчивым, надо быть добрым. И сопереживательным, и чувствовать не только свою боль, но и боль людей всех. Я в свое время написал, что нормальность человека – это болеть за все человечество. Ну, конечно, это зависит от масштаба мышления и так далее, но, в принципе, вот это вот, поскольку человек социальное существо, инстинкт должен быть такой, что мы все в одной лодке, как говорится. И так не бывает, чтобы где-то был коммунизм в отдельном колхозе, а в другом месте везде нет его. Ну, так не бывает. Обязательно там все интерферируется и каким-то образом разбавится. В конечном счете будут и антагонисты, и синергисты в разных точках цивилизации, но в конечном счете все идет к тому, чтобы нашлось согласование духовных и материальных ценностей. Потому что эгоизм человеческий, он проистекает из того, что человек имеет тело. Вот я вам хочу сказать, это важное очень положение, что человек имеет тело, имеет конкретный запас энергии, который генетически задан на его способности к митохондрии. Вот если круговорот обмен движущийся в природе, откуда он энергию получает, у него своя энергия вырабатывается этими станциями энергетическими клетками. Ну, еще из воздуха, из пищи и так далее. Но на самом деле вот эти станции генетические, они запрограммированы на определенное количество энергии, на выработку. И вот если человек живет не своей жизнью, не жизнью Творца, в котором ему присуждено быть. Почему? Потому что человек – итог эволюционного развития. И все стадии, председствующие эволюции, поколений, в его геноме. И вот этот геном эволюционный, он творческий. То есть он, это все в одном, то есть представьте себе такой бесконечный массив, требует разрядки, которая происходит только в творческом процессе. А если не происходит в творческом процессе, она разрывает человека. И он должен либо деградировать, там, выпивая, там, как-то снижает свой уровень, либо еще чего-то, либо болеет, потому что если он, имея геном Творца, не живет соответственно реализацией своих способностей и талантов, ну, как же тогда? Ну, конечно, он будет болеть и жить недолго. Поэтому я думаю, что самое главное, вот смотрите, я к чему это все рассказываю? Дело в том, что всякий вебинар, который я провожу, или сам, или совместно с кем-то, мы очень серьезно, глубоко готовим. И вот в данном случае мы готовим семинар, этот вебинар с Романом Газанко. И вот как-то очень сильно у нас сходятся точки зрения в плане, что человек по природе творец. Очень сильно сходятся. И вот он там как-то раскрывает корни слов, смысл и их природообразование, чтобы мы лучше понимали, что такое само слово, что такое вот эта вот причастность к чему-то, или приключения, или, ну, вот такие слова. И спасибо, и многие слова, которые мы произносим в общении между собой, он так бы помогает нам раскрыть. И вот мы пришли к тому. И мы в прошлый раз об этом говорили, и сейчас на вебинаре будем об этом говорить, что на самом деле, исходя из того, что человек по природе творец, представляете, как много становится понятным. Удивительно много становится понятным. И точно так же и понятны вот эти вот булгаковская «Мастер и Маргарита». Гениальное произведение. Я не знаю, Роману нравится это или нет. Это произведение, я его завтра спрошу. Вы тоже можете спросить. Вы вообще-то пишите в комментах все вопросы. Я заметил, что он и в Телеграм уже наш вышел, и там отвечает на них. Не только в группах у нас в Фейсбуке или ВКонтакте, не только на Ютубе, в комменты смотрят, но и в Телеграме. Так что вы тоже, кто не подписан, и в Телеграм, и в Ютуб подпишитесь. И в описании под роликами посмотрите. Очень интересно, да. Я вообще многие произведения сейчас смотрю с точки зрения ключа. Я уже говорил о том, что Толстой там, Ваня Каренине, говорил, как Лёвин, когда косил, когда он косил, в какие-то моменты терял чувство времени, а был счастлив. Ну, это я тогда понял с помощью представления о ключе, что он в ритм попадал. И когда действие синхронно с текущим состоянием сбрасывается, стресс лишний, ты выходишь на состояние миротворное, состояние умиротворения, состояние счастливости. Ну, это же такое состояние творческое, сотворение, да. Ну, это удивительно, да. Когда вот эти все проблемы, конфликты, связанные с телом, они исчезают, и происходит некая, тут даже не скажешь победа, праздник души какой-то происходит, потому что это бесконечность, а тело конечное, поэтому вот этот вечный конфликт между душой и телом, а тут вот, когда происходит некая целостность, когда человек попадает в ритм какого-то действия, когда действия синхронно его текущему состоянию, снимаются все эти противоречия, этот конфликт уходит, уходит на состояние простора, вот это свобода, вот это свобода. А иначе что такое свобода? Свобода делать, что ты хочешь, без вреда для себя и окружающих. И вот это вот как раз таки, самая высшая свобода, кажется, быть самим собой. Да, вот это люди, как бы иногда бывает так заперты, чтобы проникнуть в себя, почувствовать себя, кто ты есть, вот поэтому я как психофизиолог и врач и там рассказываю механизмы психофизиологические, согласование психических, физиологических процессов, а Роман рассказывает согласование между второй сигнальной системой и первой вот этой вот, то есть сознание и подсознание, а я подсознание и организм. И когда все это в целом происходит синергетический эффект, да, это очень все интересно. Давайте скоро у нас вебинар, готовьте слова. Если я что-то неправильно говорил, боже упаси, чтобы кто-то там подумал, что я против какой-то религии. Да, все они хорошие религии, кому что по душе, конечно. Я просто рассуждаю, потому что никто не отрицает, что человек может думать. А как же иначе? Если религия запрещает вам думать, это, наверное, не религия, это, наверное, что-то непонятное, это, наверное, какой-то ханжатом управляет в этой религии. А религия это человечество создает именно как для того, чтобы кому нравится, кому что подходит, находили там себе ответы на эти вопросы. Ну, естественно, я полагаю, что можно думать. А как же, если человек покажет творец, как можно сделать так, чтобы он не думал? Ну, значит, это не человек, который в религии, в вере, так сказать, а просто какой-то там чуждый элемент. Да. Ну, ладно. Что-то я тут разболтался, пофилософствовал. Да. Ну, бывает. Стальшеский маразм. Вы уж извините. Ах, боже ты мой. Женька, Женька. Уехал когда-то куда-то, где-то рисует картины свои. Как бы я хотел ему передать привет. Да. Так что, кто знает Женю Аркеряева, скажите ему, что Хосе Алиев по-прежнему любит тебя, уважает тебя, и вот тебе рассказывает, что помнит тебя. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok